Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим о винном камне. Поговорим о том, при каких условиях он выпадает, что это вообще такое. Поговорим про кристаллические помутнения в вине. А именно он является одной из причин этих кристаллических помутнений. Поговорим про криостабилизацию. И, конечно, поговорим о самом распространенном мифе. То, что молодое вино пить опасно, потому что там есть винный камень. И это очень-очень страшно для почек. В общем, обо всем об этом сегодня пойдет речь. В приветствии я обновилась таким словом, как кристаллические помутнения и криостабилизация. С этих понятий мы с вами и начнем. Если вы делаете вино не первый год, то вполне вероятно, вы замечали такую штуку. Вино отбродило, в этот момент оно уже, в некоторых случаях, может быть полностью прозрачным, либо ваше вино уже достигло определенной прозрачности. И вдруг, через некоторое время, оно начинает мутнеть. Так достаточно сильно и в емкости можно увидеть такие перламутровые штучки. Вот прям как будто блесток насыпали. Вот тени для век у женщин такие вот блестящие. Вот как будто этих теней туда насыпали. Либо можно увидеть на поверхности, особенно хорошо это видно на темных винах, на красных винах. Прям вот такая кажется, как пленочка из, не совсем снежинок, потому что снежинка, она у нас имеет такую форму приближенную к кругу, да. А как реснички такие вот, тоненькие реснички, вот прямо они по всей поверхности. Если мы емкость трогаем, то они могут исчезать, потом опять подниматься. То есть, ну вот что-то замещаем такое. Вот это и есть те самые кристаллические помутнения. Из-за чего они возникают? Это соли винной кислоты. Калиевая соль и кальциевая соль. Не буду сильно вдаваться в химию, но происходит так. В винограде есть винная кислота. И так или иначе, есть ионы калия и кальция. В определенный момент они начинают между собой соединяться. Получаются соли, соли трудно растворимые. Достигается определенное пороговое значение этих солей, и тогда они начинают кристаллизоваться. И, собственно, это мы и видим. Иногда мы это можем увидеть даже в процессе брожения. Можно заметить в осадках такие кристаллики. Может быть, даже сталкивались с тем, что смезги, например, снимаете, и кажется, как песка кто-то насыпал. И вы думаете, ну как, откуда там песок? На самом деле вот это, эти самые соли и винной кислоты. Вот сейчас я вам покажу. Это банка с осадком. Ну вот как раз, вам должно быть видно, белые такие включения. Вот особенно на дне, такие как ресничные. И вот если мы возьмем, вот особенно с дна, где много этих белых включений, вот так вот пальчиками разотрем, мы почувствуем, как песок, как абразивный материал, такой на пальцах это очень хорошо чувствуется. Вот это те самые соли и винной кислоты. То есть в зависимости от сорта, в зависимости от того, на какой почве произрастал у вас виноград, даже в зависимости от условий, когда он созревал, если шли дожди, то минеральных веществ в ягоде, калия и кальция, будет больше. И поэтому выпадение вот этих штук, их тоже может быть много в процессе, ну и потом уже после брожения. Ну и конечно, зависит от того, как вы кормили свой виноград. Если вы там все время калий и кальций сыпали, да, то тоже у вас вот этих штук будет больше. То есть определились, часть выпадает в процессе брожения, часть выпадает после. И вот эти вот соли, калия и кальция, они являются, как я уже сказала, причиной кристаллических помутнений. Именно поэтому мы проводим такую операцию, как рестабилизация. То есть, когда наше вино полностью отбродило, там все уже бродильные процессы закончились, мы его выносим на холод. При этом идет выпадение винного камня. Винный камень – это калиевая соль винной кислоты. Именно эта соль, ее растворимость при понижении температуры сильно падает, и она начинает выпадать в осадок. В процессе вот этой самой криостабилизации, с выпадением вот этих солей, понижается общая кислотность вина, вино становится мягче, приятнее на вкус. Какая же температура нужна для выпадения винного камня? На самом деле, он выпадет при любой температуре, но чем она ниже, тем процесс будет происходить быстрее. И оптимальная температура – это температура, близкая к температуре замерзания вина. А температура замерзания вина зависит от спиртуозности. Чем спиртуозность ниже, тем температура будет выше. То есть, например, при спирте в 10 градусов, точка замерзания – минус 4,2 градуса. То есть, такое вино хорошо похоронить при температуре минус 4. Если у нас спиртуозность выше, например, 15 градусов, то там уже температура замерзания – минус 6,9. И можно держать при этой температуре, да, близко к минус 6. Но мы понимаем, что есть вот эта классика, да, в производстве, у них есть специально огромное охладительное оборудование. У нас этого дома ничего нету. И поэтому мы пользуемся тем, что у нас получается. Есть морозик на улице – очень классно. Нет – значит нет. Значит, пользуемся, ну, тем, что есть. Я просто выношу на балкон. Бывает зима и мороз, да, балкон застекленный. Ну, там определенная низкая температура может быть, да. Бывает такая зима, как прошлая, которых, ну, морозов не было. Все равно винный камень выпадет. Просто скорость его выпадения и полнота его выпадения, она будет разной. А при этом в идеале, чтобы колебаний температуры не было, то есть если есть условно минус 4, то не должно быть повышения. Но, опять же, в домашних условиях мы этого достигнуть не можем. Может там на 2 недели установиться стабильная погода, и то у нас будут перепады день-ночь, да. А может ничего не установиться. Поэтому пользуемся тем, чем есть. И выдерживаем так, как у нас получается. Сколько выдерживать? Данные очень сильно разнятся. Я встречала в литературе, что, например, на территории Российской Федерации выдерживает порядка 3 дней при таких минусовых температурах. В Италии 5-10 суток. Повторюсь, в домашних условиях мы выдерживаем так, как получается. Что делаю я? У меня вино полностью отбродило, я его на балкон вынесла, и до весны оно там стоит. Пришла, посмотрела, винный камень выпал, а его очень видно, особенно в красных винах. Вот здесь вот образуется прям на стеночках такое вот блестящее, как налетик. Все, выбыл, я с осадка сняла, опять на балкон поставила. И так оно у меня стоит. Но единственное следить, чтобы температура не опускалась ниже пороговой. Все, этого будет достаточно. Причем низкие температуры, они будут способствовать как выпадению винного камня, так и, в принципе, стабилизации вина, так и его осветлению. Потому что за прозрачность вина отвечает много-много различных факторов. Пока у нас вино такое живое, вот оно недавно отбродило, это много различных белковых веществ, еще других веществ. И под действием холода они легче осаждаются. Поэтому поставили на холод и пусть стоит. Ну, смотрим по возможностям. Вот при таких минусовых температурах, если у вас есть возможность подержать, ну, подержите две недели, все, а дальше просто в прохладное место поставьте ваше вино. И как раз это будет хорошо. Часто я помню, что по прошлому году был такой комментарий, что надо же очень там быстро снимать с винного камня, ну, вот с этого осадка, потому что винный камень растворяется. Вот эти соли, они очень тяжело растворимы. И поэтому, если вы, у вас 20 литров, 10 литров, вы принесли эту бутыль с холода, даже в 20 градусов, она ни за 5, ни за 10 минут, ни за 15, пока вы снимете с осадка, вот с этого винного камня, она у вас не нагреется, поэтому бояться этого не стоит. Но подержать на холоде, да, хорошо, вот пусть оно там как бы и хранится, потому что может быть так. То есть основная масса винного камня осядет, вы в тепло занесли, и вот появится это самое помутнение. Притом, помните, что за помутнение отвечают не только соли калия и винный камень, но еще и соли кальция. И вот соли кальция, они менее подвержены температурным воздействиям. Им просто надо время, чтобы собраться вот эти вот кристаллики. Притом, сначала образуются маленькие кристаллики, молекулки соединятся, потом они начинают, эти кристаллики друг между другом соединяться и опадать. То есть им же тоже надо иметь определенную массу, чтобы осадиться, а иначе они будут плавать в толще. И вы это будете видеть, оно такое вот мутненькое, и перламутровенькие вот эти, их на самом деле очень легко увидеть, очень легко понять, что это именно оно, а не что-то другое. Теперь переходим к очень такому известному мифу. Молодое вино пить нельзя, молодое вино пить очень вредно, потому что будут камни в почках. Винный камень и камни в почках роднее только слово камень, и они никак между собой не связаны. Гораздо больше способствует образованию камней в почках щавелевая кислота, которая содержится в помидорах и в щавеле, но никак не соль винной кислоты. Кроме того, смотрите, вот это тот самый винный камень. Вот он какой красивенький. Видите? Такая структура. Красотень, произведение искусства. А знаете, откуда я достала вот эту штуку? Из банки с соком. В прошлом году я закатывала сок виноградный, поставила к родителям в подвал, и весной, когда я этот сок открыла, там обнаружилась вот такая вот красивая штука. Этот самый винный камень. То есть, исходя из логики, то, что винный камень неким образом влияет на почки, тогда и сок пить нельзя. Потому что вот, там это тоже есть. Там это тоже выпадает. Поэтому не слушайте вот эту байку. То есть, если вас волнуют вопросы возникновения камней в почках, почитайте. Ну, информации достаточно, информации абсолютно нормальной, адекватной, которую сможет понять абсолютно любой человек, ни сведущий, ни в медицине, ни в биологии. Так что, если вам вдруг захочется выпить молодого вина, то смело можете его пить. Ну, конечно, с соблюдением определенных мер. И помните, что молодое вино, оно еще не складное. Оно еще как маленький ребенок, такое вот неуклюжее. Когда оно постоит, когда оно пройдет определенное время, когда пройдут многие различные процессы, физические, химические, оно станет лучше, оно станет приятнее, оно станет более складным. Именно поэтому лучше проявить терпение и дать вашему вину постоять. Но если хочется, то пробуйте, пейте, и ничего страшного с вами не произойдет. Винный камень выпадает как в белых, так и в красных винах, только в различных количествах. Не спешите разливать вино в бутылки, потому что пока винный камень не выпал, помним, что могут быть помутнения вина. Вам будет казаться, что оно прозрачное, через некоторое время оно может помутнеть. Да, еще через некоторое время винный камень может осесть, но насядет бутылки, насколько вам это удобно, комфортно. Мне кажется, что не совсем, поэтому дайте вину времени, не спешите его тут же разливать, тут же что-то с ним делать. Дайте ему завершить положенные процессы, подержите его в прохладе. Сразу предвидя вопрос, так сколько же мне держать мое вино на холоде? Сколько можете, столько и держите. В зависимости от тех условий, которые у вас есть. Температурные режимы я вам назвала срок в районе двух недель, если мы говорим об этих минусовых температурах. Если мы не можем соблюсти вот эти минусовые температуры, винный камень выпадет в любом случае. Только выпадать он будет дольше, он может выпадать несколько месяцев. И даже когда он активно выпадет, вот подержали на холоде, у нас активно вот эти стеночки покрылись вот этим налетом, и мы думаем, что все, а на самом деле не все. Большая часть ушла, но еще немножечко осталось. Если мы переместим вино в тепло, то, напомню, реснички побегут, и может ему стать мутненько, поэтому стоит оно в прохладе, и пусть стоит. Есть подвал, можете даже не выносить на этот мороз. Поставили в подвал там градусов 10, все, и пусть оно там стоит чуть ли не до весны. За это время оно и осветлится хорошо, за это время и камень выпадет, за это время пройдут стабилизационные процессы. Выдержка на холоде нам дает не только выпадение винного камня, напомню, она способствует и осветлению вина, и его большей стабильности и устойчивости как к помутнениям, так и к развитию различных заболеваний вина, причиной которых могут стать какие-то нежелательные для нас микроорганизмы. На этом наше видео подошло к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!